Всем привет! Думаю, что у вас неоднократно возникала такая проблема, что вы запускаете свою рекламную кампанию, будь то Google или же Яндекс Директ, и наблюдаете неутешительную картину. Вы видите, что переходов происходит достаточно много, люди кликают по вашему объявлению достаточно активно, но почему-то никаких конверсий не происходит, и хуже всего, почему-то люди не задерживаются долго на вашем сайте, почему-то они покидают сразу же после нажатия на рекламное объявление. Меня зовут Алена Полихович, и если вы хотите узнать, что это такое и как с этим бороться, оставайтесь с нами дальше. Кликфрод — это один из видов сетевого мошенничества, который представляет собой обманный клик по рекламному объявлению лицами, которые на самом-то деле абсолютно не заинтересованы в данном рекламном объявлении. Может он осуществляться с помощью специальных скриптов алгоритму, а также с помощью специальных программ. Осуществлять могут их недобросовестные веб-мастера на своих же сайтах или же ваши конкуренты. На эту тему я нашла статью от Business Week, в которой говорится, что действительно участились случаи вот такого вот мошеннического скликивания рекламных объявлений. И вот аналитики даже говорят, что около 10-15% кликов, которые приходятся на рекламу, они ложные. При этом специалисты считают, что страдает больше всего вот от таких вот ложных кликов именно контекстная реклама. Крупные рекламодатели Запада решили объединиться для того, чтобы бороться с данной тенденцией, потому что потери составляют около 1 миллиарда долларов в год. Так, еще вот такая вот очень интересная новость, это то, что в 2003 году 32-летнего программиста по имени Майкл Энтони Брэдли могли посадить в полицию за то, что... В тюрьму, точнее, за то, что он вымогал 150 тысяч долларов у Гугла как раз-таки за кликфрод. Ведь он говорил, что он придумал программу, которая может скликивать рекламные объявления и угрожал, что он запустит ее в действие в кратчайшие сроки, если ему не выплатят 150 тысяч долларов. И, в принципе, это могло быть первым таким громким делом, он мог быть первым человеком, которого бы посадили за кликфрод. Вот, ему грозило до 20 лет тюрьмы, но это дело замяли, закрыли. Сделано это было без лишнего шума, и материалы за два с половиной года были засекречены. И вот интересно, что никто из официальных представителей Гугла не публикует публичных комментариев на этот счет. Ни о потенциальных жертвах кликфрода, ни на наличие специальных программ в интернете. Вот, так что, и в связи с этим, вот даже у экспертов возникают сомнения, действительно ли Гугл борется с кликфродом. Ведь, понятное дело, что разработать такую программу, которая будет просто скликивать рекламные объявления, для программиста это на самом деле очень легко и не составит особого труда. Вот еще одна интересная статья, что мы тут видим, что согласно данным кликфоренсис, который выпустил новый отчет, то с 2007 по 2008 года степень кликфрода увеличилась с полтора процента на до целых 16,3 процента. И, как бы, в четвертом квартале 2008 года вот эти вот мошеннические клики составили рекорд почти 17 процентов. И, да, это действительно рекорд. Ну и, конечно, угрожающим называется вот тут факт пишется, что более 30 процентов мошеннических кликов осуществляется именно кликботами и другими автоматизированными программами. И в рейтинге стран за пределами США, чаще всего использующих мошеннические клики на рекламных объявлениях, лидировала Канада, составляла 7,4 процента, Германия 3 процента и Китай 2,3 процента. Уровень ложных переходов в сетях Google AdSense и Yahoo Network Publisher составлял около 27,8 процентов, а по Рунету, Яндекс.Директ, в принципе, картина была схожая и составляла где-то тоже около 20 процентов. Также в 2000, вот я вижу от New York Times публикацию, что в 2009 году Microsoft обвинила Гордона Лама, Мелани Мусьюэн и Эрика Лама в мошенничестве, то есть вскликивании внутри ее рекламной платформы. И подала на них в суд и потребовала размещение, возмещение ущерба в 750 тысяч долларов. Вот такая вот тоже интересная статистика. Ну а теперь давайте разберем примеры вот таких вот кликфродных ссылок. Во-первых, это технические клики, то есть клики, которые совершены роботами индексации. Следующие это клики, которые совершены самими же рекламодателями, то есть рекламодатель сам переходит же по своему объявлению с целью повысить свой CTR. Следующий пункт это клики, которые делают вам конкуренты ваши. Ну тут все понятно, они просто хотят скликивать ваше объявление, скликать быстренько ваш бюджет, ни в чем другом они не заинтересованы. А также клики от недобросовестных веб-мастеров или же с помощью их программ, которые они специально разрабатывают. А их цель одна, это чтобы повысить свою площадку трафиковостью и денежность, конечно же. А теперь давайте поговорим с вами о признаках кликфрода, как быстро его распознать. Ну во-первых, это то, что пользователи переходят на ваш сайт и не задерживаются на нем больше там 10 секунд. Во-вторых, это переходы с одного и того же IP-адреса, слишком много их, слишком частые. Также это отсутствие конверсии, при том, что количество переходов по вашей рекламе наоборот увеличилось. Если же вы видите, что переходят почти по всем ключевым словам, это тоже, возможно, один из признаков кликфрода. Конечно, если вы увидите вдруг, что у вас расходы на контекстную рекламу увеличились, но при этом продажи остались на нуле, или нет никакого там хотя бы минимума этих продаж, то тоже повод задуматься и проверить по всем пунктам, они скликивают ли вас вообще. Ну и также, если пользователь, вы видите, что заходит на сайт, не совершает конверсию, или хуже того, если он там бродит по сайту где-то до 10 секунд максимум, или же вообще даже не бродит по тому сайту, зашел и через 10 секунд покинул сайт, знайте, что скорее всего это также вас просто скликивают. Недавно были предприняты также новые маневры по тому, как бороться с кликфродерами. Одно из них это вот создание этого блэклиста, это специальный вот сервис, куда вы можете ввести IP-адрес, и его работа основана, как мы видим, на основе из специальной базы тех IP-адресов, которые попали вот в эту черную базу, черный список, которые были замечены в мошенничестве, были замечены именно в кликфродерстве. И по предварительным данным блэклист способен снизить уровень кликфрода где-то на 20%, что в принципе довольно-таки неплохо, так что можно попробовать его поиспользовать, поюзать. Здесь есть с правой стороны даже инструкция, как ее использовать, и что это такое IP-адрес, если кто не знает. В общем, ссылочка будет в описании, попробуйте, потестируйте. Тем не менее, специалисты отмечают, что выявление новых мошеннических кликов, борьба с ними, она требует длительного времени для того, чтобы наладить систему и создать какую-то программу на основе всяких веб-сервисов, аналитики, чтобы сервис анализировал различные как можно больше рекламные кампании, смотрел, кто как по ним переходит, и чтобы не просто реагировать на вот конкретный случай кликфрода, да, а чтобы еще выявлять в будущем всевозможные способы обмана поисковой системы. И все это будет анализироваться на определенных критериях, которые я уже перечисляла чуть выше, то есть это один из критериев, это переход через IP-адрес один и тот же, также взаимодействие с сайтом, то есть если пользователь в принципе не переходил ни на какие другие страницы вашего сайта, ну если, конечно, у вас не лендинг, а просто побыл 10 секунд и вышел, и, конечно, еще файлы куки, потому что принято считать, что все вот эти вот программы, которые используют мошенники для кликфрода, они не позволяют сохранять данные куки, поэтому если они отсутствуют, то, скорее всего, это кликфрода. Конечно же, у всех есть такой логичный вопрос, всех интересует, есть ли какие-либо сервисы, которые помогают избавиться от кликфродерства, если есть, то какие, какие лучше всего использовать, какие надежнее, по примеру того же блэклиста, о котором мы говорили с вами ранее, так что давайте вот сейчас пройдемся, что нам предлагают. Во-первых, кликкейс, это у нас цена 15 долларов в месяц за домен, подходит для малых и средних аккаунтов AdWords, и также для Bing она подходит, если кто настраивает там свои рекламные кампании. Она также использует свои алгоритмы по IP-адресу для автоматической блокировки, и он не связан с какой-либо поисковой системой и является независимым поставщиком. Следующий это кликвард. Стоит он у нас уже подороже, 39 долларов в месяц, но подходит он уже для каких-то более крупных рекламных агентств или же больших предприятий. Защищает учетные записи также AdWords от всех типов нежелательных рекламных кликов, и что тут они говорят, что предоставляют самую передовую в мире платформу и сервис для интеллектуального предотвращения мошеннических кликов. Так, представляет собой удаленную работающую организацию с сотрудниками по всему миру, которые работают с инновационными технологиями. Третий сервис это PPC PROTECT. Стоит он у нас 29 долларов в месяц, подходит для тех, кто тратит до 2500 долларов на рекламу. Не дешевое, конечно, удовольствие. Так, он защищает тоже ваши компании, отмечен наградами, и они предлагают вроде как простое решение, мешают мошенникам нажимать на ваши объявления с помощью уникального запатентованного алгоритма, который активно блокирует подозрительные клики, отслеживает поведение и частоту кликов отдельных пользователей, и может быстро определить, является ли клик подлинным или мошенническим. Также у них есть база известных мошенников, и вы будете вроде как чувствовать себя в безопасности. Так, четвертый сервис это CLICKSTELL CLICKFRAUD PROTECTION. Стоит он 15 долларов в месяц, как наш первый сервис. Подходит также для малых и средних аккаунтов AdWords, как первый, в принципе, сервис. И что он говорит? Что также автоматизированная защита от мошенничества, удобное программное обеспечение, также работает как в Google Ads, так и в Bing. Вот вроде все. Так, AdJust. Стоит он, ну, цена тут по запросу, просто цену не говорят. Подходит также для малых и средних аккаунтов AdWords. И, в принципе, ну, ничего тут такого вроде и не пишут они. Вроде все, как и у всех предыдущих сервисов. Вы получите комплексное решение предотвращения мошенничества с рекламой. Шестой сервис TrafficGuard. Стоит он 45 долларов в месяц. Подходит также для малых и средних аккаунтов AdWords. В режиме реального времени обеспечивает чистоту вашего трафика, увеличивает охват и обеспечивает возврат инвестиций в рекламу. Ему вроде как доверяют ведущие мировые рекламодатели, рекламные сети и агентства. И с помощью него также защищают свои бюджеты. Это Tector. Стоит он 97 долларов в месяц. По-моему, это пока что самый дорогой из всех, которые мы сейчас с вами смотрим. Подходит для больших аккаунтов AdWords. Они считают, что они разработали революционный сервис, который защитит вас от мошенничества. Был создан экспертами с многолетними опытами, техническими знаниями и достигает успехов в 99% случая. Алгоритмы компании основаны на продвинутом мошенном обучении. И они постоянно приспосабливаются к обстановке, совершенствуются, совершенствуют свои способности обнаруживать различные ненормальные клики и активность. AdWari стоит 19 долларов в месяц. Подходит также для небольших и средних аккаунтов в AdWords. Так, он, что у нас, у него сложная методология. Позволяет обнаружить даже самые сложные схеми мошенничества в реальном времени. И в случае необходимости вы сможете быстро отреагировать. Клик Брайансис стоит также 15 долларов. Подходит опять-таки для небольших и средних аккаунтов AdWords. Вы можете получить большую конверсию, вернуть каждый рубль. Клик Репорт подходит для средних аккаунтов, стоит 30 долларов в месяц. В дополнение к информативным отчетам и функциям, он единственная служба мониторинга рекламы, которая даст вам полное представление о рекламном трафике. Так они о себе заявляют. В принципе, все, больше никаких сервисов нам тут и не предлагают. В общем, сервисов, ну, в принципе, немало. И 10 штук, как бы, можно выбрать по своему вкусу, по своему размеру кошелька, скажем так. И потому большая у вас компания, большое у вас рекламное агентство, возможно. Или же у вас небольшая компания, небольшие бюджеты. Так как вы видите, что цены разные от 15 долларов и до 100 долларов. Ну, также мошенники очень активно используют, конечно же, VPN. VPN, ведь все мы прекрасно знаем, что VPN маскируют наш реальный IP-адрес. И мошенники тоже это знают и активно его используют. Вот статья вот об этом как раз у нас рассказывает, как бороться с кликфродом, сделанным через VPN. Стандартные действия, которые я уже перечислила выше, это подозрительно короткое время, проведенное пользователем на сайте, отсутствие стандартных действий, неизменяемость конверсии, быстрое расходование рекламного бюджета, наличие посетителей из нецелевых регионов. То есть, если вы таргетируетесь только на Москву, и, например, в Директе вы убрали галочку расширенный геотаргетинг, но при этом вы видите, что с Петербурга к вам идут переходы, значит, это уже повод задуматься. Также высокий трафик с определенных устройств, потому что много трафика приходит с одного устройства или нескольких там устройств, например, конкретного модели телефона, а продолжительность с визитом, неестественно, мала. Итак, что же нам советуют делать? Это, конечно, заблокировать все подозрительные IP-адреса, исключить конкретный регион или же устройство, то есть, как я уже говорила, если вы видите, что к вам переходят из Питера, но вы таргетируетесь на Москву, или же вы там увидели, что переходят из конкретной модели там постоянно, часто. Но, конечно, это не решит проблему полностью. Вы также можете сузить целевую аудиторию, это сбивает их с толку мошенников, и для большей эффективности можете пересмотреть, конечно же, тексты объявлений и свои ключевые слова. Вы можете пользоваться таргетингом, но поставить запреты на повторные показы рекламы, или же обратиться за помощью к рекламной площадке, если все это не помогает. Вы на самом деле можете заполнить форму у Google AdWords, и он просмотрит всю эту историю, все эти рекламные клики, и даже вернет вам деньги, если действительно посчитает, что клики были мошенническими. И вы можете воспользоваться сервисами, которые помогают избавиться от кликфрода, которые мы, в принципе, вот с вами буквально минутку назад рассмотрели. Как же мы боремся с кликфродами? Мы не используем никаких потусторонних сервисов. Что мы делаем? Мы запрещаем показ объявления тем, кто по метрике нас посещал больше двух раз, запрещаем показ объявления тем пользователям, которые в течение семи дней после просмотра нашей рекламы ничего абсолютно у нас не заказали. А также настраиваем показ нашей рекламы в определенное время, потому что мы заметили, что кликфрод у нас приходится в основном на утро и на вечер, поэтому вы можете запустить свою рекламу, понаблюдать за ней, посмотреть, когда у вас чаще всего происходят показы, переходы, и посмотреть, являются ли они подозрительными или нет, ну и уже в зависимости от этого выстроить показ своей рекламы. Ну а в поисковой компании вы можете сделать, например, показ только на мобильные устройства. На этом на сегодня все, если вам понравился этот урок, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наши подкасты, вступайте в нашу Telegram-группу, там тоже мы публикуем много чего интересного, и хороших вам продаж, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok